добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о дисциплине сегодня я хотел бы поговорить вот о чем на мой взгляд существует только три причины по которым стоит наказывать ребенка первое это непослушание непослушание неподчинение это важно не сколько для нас чтобы все в доме было хорошо сколько для нашего ребенка вообще друзья если мы с вами наказываем детей для того чтобы у нас в доме все было порядке тихо спокойно хорошо там уже не правы когда мы дисциплинируем детей мы делаем это для них не для себя поэтому когда наш ребенок не послушаем наша задача вот мега задача я так думаю состоит в том чтобы сформировать в них осознание понимание того что любой проступок всегда будет иметь воздаяние если мы не наказываем детей не реагируем на их непослушание они нам говорят нет я это не буду делать я не пойду туда я не буду слушаться я не буду делать уроки и мы не реагируем вот эта безнаказанность она становится парадигмой жизни на когда они выходят в мир будучи уже более взрослыми они попадают в общество где воздаяние это ну не знаю данность как воздух если ты делаешь что-то у тебя обязательно будут последствия и отсюда огромное число детей отверженных рост суицидов и так далее так далее так то есть ребенок должен вырасти в системе любви и осознание что любые поступки хорошие или плохие будут иметь последствия поэтому очень важно когда мы с вами дисциплинируем ребенка понимать и воспроизводить что мы это делаем для тебя и так наказание за непослушание это в обязательная вещь откуда столько много малолетних преступников я разговаривал с парнем который украл мобильный телефон почему ты это сделал мне нужен был телефон ты мог его купить нет не мог окей но ты понимаешь что это воровство и за это можно было вот попасть в ситуацию в которой ты попал и знаете что мне сказал ну сколько людей не попадает и я посмотрел на него и понял что его никогда не наказывали и потом когда я говорил с его мамой я выяснил что он ворвал деньги у нее он воровал у нее там еще какие-то вещи и никто на это не реагировал ну сыночку надо кушать ну его нельзя наказывать он бедный растет без папы ему тяжело в итоге он в тюрьме и так наказать за непослушание это помочь ребенку быстро адаптироваться в жизни в которой за все придется нести ответственность вторая причина для наказания это аморальные действия и я это говорю не только потому что я христианин и для меня моральные и нравственные ценности являются важны я говорю это потому что быть моральным ориентиром быть моральным и авторитетным человеком это одна из важных составляющих лидерство и поскольку мы с вами хотим чтобы наши дети выросли влиятельными успешными людьми нам необходимо чтобы в их жизни был авторитет и вот формирование морального авторитета основано на том чтобы быть откровенно и последовательно анти аморальными то есть говорить всему неправильному нет если вы поймаете своего ребенка за просмотром порно или за какими-то другими вещами которые неправильны вам необходимо в обязательном порядке его наказывать чтобы ребенок понимал что это то что влечет негативные последствия противном случае мы с вами просто формируем парня который или девушку который будет думать ну а что в этом такого кстати говоря с многими родителями опорно не так и говорят а что в этом плохого я смотрел в этом и суть помните мы с вами говорили что воспитание это больше части личный пример мы формируем точно таких же детей как мы сами и поэтому они не становятся лучше нас не идут дальше нас и не живут богаче нас они точно так же как и мы вы хотите чтобы ваши дети стали лучше учить их быть лучше показывайте этот пример если вы не будете наказывать за антиаморальность вы вырастите распущенных безнравственных и совершенно бесполезных для общества людей третья вещь третий повод к наказанию это безопасность если ваш ребенок совершает какие-то поступки действия произносит слова которые повлекут урон его жизнь лучше наказать его сейчас чем впоследствии это может привести к очень плохим последствия я попытаюсь проиллюстрировать это на одном очень простом примере однажды мы опаздывали на похороны и я как священник я должен был вести обряд это была глухая деревня пустая дорога мы опаздываем не помню почему потому что это было достаточно давно и мы летим 150 по трассе где 60 норма никогда не было грешников кроме этого случая нас останавливает инспектор гаи выписывает нам приличный штраф мы пытаемся ему объяснить что нас ждут люди на похоронах та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да он слушает нас и произносит фразу которую я сегодня в очень часто цитирую он где друзья лучше я вам вправлю мозги нежели хирург и вы знаете я впервые это был единственный случай моей встречи с инспектором гаи который был назидательным когда человек преподнес нам простой урок что наше поведение может привести к такой трагедии которую наверное даже хирург не сможет исправить и лучше чтобы мы как родители вправляли иногда мозги нашим детям нежели это будут делать врачи милиция или другие какие-то люди и так три причины для наказания это аморальность непослушание и в целях безопасности и